Блок Кида Многие задаются вопросами, кто же такой Блок Кид? Как он познакомился с Кизару? Благодаря чему в таком юном возрасте он уже смог собрать вокруг себя тысячи фанатов и неплохо продвинуть свои релизы? Обо всем этом мы сегодня и поговорим, а также покажем вам эксклюзивное интервью с Блок Кидом. Что ж, давайте начинать! Блок Кид Сперва немного поговорим про самого Блок Кида. Артист, настоящее имя которого Александр, родился в Москве, в районе Жулебино. Там же прошло и его детство. Затем рэпер вместе с семьей перебрался на Ходынку. В те времена это место еще не считалось хорошим районом. Только потом там появилось элитное жилье. В детстве у Блок Кида там проходила настоящая дворовая жизнь, как бывает у всех ребят из небогатых районов. Парень рос в семье среднего достатка. Конечно, никто не голодал, но и совсем богатой семью будущего рэпера было назвать нельзя. Александр начал заниматься музыкой в 11 лет. Именно тогда он сам стал писать треки. Хотя до этого, по его собственным словам, занимался вокалом в школьные времена. Главным вдохновением и толчком для собственного творчества он называет альбом Кизару, Мас Фуэрте. Наслушавшись Олега Нечипаренко, парень понял, что надо попробовать себя в музыке. И именно поэтому он начал писать рэп дома у друга, на USB микрофон, предназначенный для записи летсплеев. Интересно, что первой студией, где оказался Блок Кид, была только что открывшаяся Melon Music Records. Та самая, где писали свои первые хиты Майот, Симми, Янг Уэй, Айсен Майнек и многие другие. Видимо, энергия этого места положительно повлияла на Блок Кида, который серьезно залетел в рэп-игру. Возможно, уже тогда у Блок Кида появились первые серьезные знакомства в индустрии. Там уже и до Кизару, откровенно говоря, было недалеко. Интересно, что в будущем, когда у Александра уже появится совместный с Олегом сниппет, многие будут думать, что это купленная работа. Но по факту это, конечно, не так. Сложно себе представить молодого человека не из самой богатой семьи, который мог бы позволить себе фит с Олегом Нечапаренко. Даже Аруту Кизару отказал. А ведь у этого миллиардера денег хоть отбавляй. Нет, история знакомства с Кизару у Блок Кида была самая обычная. Одним из первых более-менее заметных треков парня стал Дашка Крэкет. За эту композицию молодому артисту и респектнул Кизару, который до того общался с Александром в соцсетях. Далее были синглы, иногда очень мелодичные. Например, песня «Падать». Уже в 22-м году Блок Кида выпустил свой первый альбом под названием «Sound of Space». Этот релиз сделан отчасти в стиле R&B, а вообще весь он очень мелодичный. Есть там и фиты. Например, «Seaside». Это автор хита «Stack». И вот буквально три дня назад в сети появился релиз Блок Кида под названием «Sound of Streets». Как говорит сам артист, это уже куда более жесткий альбом, где, конечно, есть мелодичные треки. Но в основном там жесткие треп-репрезенты про реальный страгл. «Звуки улиц» — это, очевидно, про криминальные истории с района, которые так любят фанаты хип-хопа. Отдельным синглом до этого вышла песня «Кузина», которая точно стала бы хитом ТикТока, если бы он сейчас работал в России. Также на альбоме можно услышать и «Детройт», как, например, в треке «В мишку». Ну а для любителей лирики есть композиция «Scissor». Альбом уже сейчас собрал около 50 тысяч стримов в одном только плейлисте в ВК. Согласитесь, что результат на старте неплохой для начинающего артиста. Это уже сейчас самый прослушиваемый релиз в его дискографии. Но мы уверены, что останавливаться на этом Блоккит не собирается. Представьте, какой ажиотаж будет вокруг их совместки с Кизаро. Нас пластинка «Sound of Streets» приятно удивила. Во многом именно поэтому мы и решили связаться с Блоккитом для небольшого интервью. Такие проработанные проекты от молодых рэперов встретишь нечасто. А Блоккит приятно удивляет с каждой своей новой работой. В индустрии наметился серьезный застой в плане новых имен. И такой яркий артист, как глоток свежего воздуха. Нам необходимы новые активные игроки. Блоккит как раз таки может стать одним из таких и поставлять качественное музло бесперебойно. Напишите в комментариях, согласны ли вы с нами. Ну а мы пойдем далее. Нам удалось связаться с артистом напрямую и задать пару вопросов. Об альбоме, детстве, знакомстве с Кизаро и о планах на будущее вы можете узнать из УЗ самого Александра. Первый вопрос. Чем занимался до хип-хопа? До хип-хопа занимался футболом в школьной секции. В принципе, все. Еще занимался вокалом совсем, когда пиздец был. Ну это совсем там школьный хор и вся такая ху**а. В основном это футбол был. И все, в принципе. Был ли какой-то другой псевдоним до Блоккит? До Блоккита у меня был псевдоним ICB. И вот под ним писался. До того, как начал на студию ездить, у меня был псевдоним ICB. Не помню почему, но какая-то причина этому была. Как понял, что хип-хоп это твое? Кого ты слушал в детстве? Как понял, что это твое? Странный вопрос, но слушал в детстве обычно Олега, слушал Кизаро. Когда Масфуэрт вышел, слушал. Первый раз записался, Кенту пришел. Привет, Федя Сафонова. Кенту пришел домой. У него был просто микрофон для летсплеев. Мне было 11 лет. Я писался до возраста где-то 13-14 лет только на микрофон для летсплеев с наушниками. Другой никакой студиики не было. Только потом она пошла там и так далее. Как познакомился с Кизаро? С Олегом познакомились так, что упомянул как-то его в истории, где я про музыку как бы рассуждал. И что-то он меня заметил, ответил. Я вообще в ахуну был. Я после тренировки в футболь не возвращался. И вот как-то так. Вначале не кидал ему свои треки, не хотел навязываться. Потом что-то скинул, его зацепило. И как-то начали работать. Ты часть Haunted Family? Я не знаю, часть ли я Haunted Family, но меня как бы называют так мои слушатели. Но не знаю, не хочу честно, вообще все равно. Как бы главное, что есть вот на коннекте человек, с которым всегда хотел работать. И поэтому, не знаю, про наши взаимоотношения рассказать. Да не знаю, Олег часто мне какие-то советы по жизни дает. И я очень ему за это благодарен. Вот. Ну, скидываю ему свои тречки. Заценивает он. Говорит что-то. Вот. Расскажи про первую реакцию Кизару на твои треки. Первая реакция Олега. Это первая, совсем самая первая. Он сказал, что тюн не в ноту. Ну, когда совсем, типа. Я не делал тогда еще профессиональную музыку, как раз-таки у друга записывал. Вот. Потом уже следующий трек, который я ему скинул, на комментики, я помню, оставил. Дашка Крекет назывался трек. Шараут ей. Вот. И когда я к нему в барсу вообще приехал, вот я поставил своим узлом и жестко разъяснился под него. Очень такой знаковый момент в моей жизни был тогда. Расскажи немного про альбом Sound of Streets. Sound of Streets – это мой второй прям такой серьезный альбом. Sound of Streets называется, потому что Sound of Space был мелодичный альбом, и Sound of Streets, что-то я выпустил, это был такой... Больше про улицу, он такой, я рассказывал все свои истории. Свобода моему братику Фадею, он пойман был. Годика два назад с ним общался, когда маленьким был, маленьким. С на***чиками, свобода ему. Вот. Вообще все это страшная хуйня. Не хочется вообще, чтобы никто из моего круга не занимался таким. Держаться подальше хочется от этого. Вот. Sound of Streets, потому что это агрессивный альбом. Кем ты вдохновлялся при написании альбома? Вдохновлялся особо, вот, больше всего Смокперпом. Это вот прям мой артист любимый, наверное, на Западе был. В 2017 году у него вышел альбом Dead Star, потом Блаз Ют Рэп в 2018. И вот как-то вот его заслушал до дыры. Даже сейчас в музыке слышно, что вот он влияние сильное оказал на меня. А как ты относишься к самым популярным рэперам 22-го года? Например, к Йиту? Йит? Йит мне не нравится. Не, ну в плане, когда... Я не могу сказать, что это дерьмо. Я никогда не говорю так про музыку, которая качественно сделана. Но, типа, если кто-то включит, я покачаюсь под это. Потому что это хип-хоп, а я люблю любой хип-хоп, типа. Но вот честно, не мое. Никогда вот сам в наушничках не подрубал. Не знаю, вот. Ну, типа, есть хорошие треки, но просто вот именно мне не нравятся. Не знаю, почему так. Топ-5 русских рэперов прямо сейчас. Это пятое место Блок Кит. Четвертое место Антоха Кортес. Да, третье место Френдли Таг. Второе место Тейп. И первое место Олега Чапаренко. Кизару. На этом наши вопросы к Блок Киду подошли к концу. Своё мнение по поводу этого молодого артиста вы можете высказать в комментариях. Не забывайте про лайки и подписку. Всем пока!